Сегодня воскресенье, очень тихо. Людей мало, но на канале, на воде, конечно, дрюк. Дрюк – это, типа, ну как, ну присутствует жизнь. Не знаю, как перевести это слово «дрюк». Дрюк – это занят, шумно, там, я не знаю, активно. Ну, как-то вот не подберу на русском слово, какое это может быть. Смотрю, там люди лежат. Вообще, я вот сама очень люблю, могу часами вот у воды находиться и, в принципе, вот взять какой-нибудь раскладной стульчик. Кто-то там пикник устроил. И прийти в тенечке посидеть. Здесь всего две скамейки. Раньше была там к каналу поближе скамейка, но ее почему-то убрали. И они вот прямо на солнце пеки. Там сидеть не хочется. Там кто-то гуляет. О, это там подружка Лили. Это же такая небольшая собачка, примерно того же возраста. Она вот улеглась. Много молодых семей с детками на велосипедах. Мы тоже это всегда делали, когда у меня дочери еще не было. Сын был маленький. И потом уже с дочкой. Вот по той стороне. Ой, кто тут у нас? Кто тут у нас подружка? Подружка! Это ни одного возраста. Ой, ой. Попрощались мы с подружкой. Хорошо поиграли. И идем домой. Хочет уже домой. Хочет пить, хочет есть. Мы побеседовали очень хорошо с мужчиной, хозяином подружки. Он, оказывается, работает медбратом. Работает в доме престарелых, в отделе демонтирующих людей. Тяжелая работа. Проработал 50 лет. И вот через две недели останавливается, выходит на пенсию. Я честно такими людьми восхищаюсь. И низкий поклон таким людям, которые делают такую тяжелую и физически, и морально-психологически тяжелую работу. Я сама, одно из моих образований, тоже медсестра. И работала, как-то попала в госпиталь для ветеранов, в отделение хирургии, гнойной хирургии. Там в основном были ампутации. Ну вот, тяжелые случаи. И, честно говоря, меня ненадолго хватило. Это просто невозможно смотреть на это горе, на эти страдания. И когда ты не можешь помочь. Да, я пыталась хоть как-то им облегчить, хоть как-то развеселить. Это были все люди очень такого взрослого, преклонного возраста. Я дома текла печенье, пирожки и приносила их, угощала. Потому что чаще всего к ним почти никто не приходил. В общем, печальная картина. И вот здесь даже при том люксе, да, и кровати, и уход. Но все равно, кстати, здесь не хватает рук. Не хватает. И считаю, что вообще этот труд практически во всем мире недостойно оплачивается. Недостойно вот вардиром, как говорят здесь. Эти люди заслуживают более высокой зарплаты. Так, мы запутались. Так, грызет. Не хочет. Отпускала я ее. Она не хочет на привязи, да. Она хочет быть самой себе хозяйкой. Но, да, вот видите, начинает скулить, недовольна. Но мы же домой идем. В чем дело? Пойдем. Это лыски кричат. Такая красота, погода великолепная. Великолепная. Вот лезет в воду, уже не боится. Мне не хочется, потому что будет грязная вся. Сейчас не так жарко, чтобы ее покупать из шланга в саду. Поэтому лучше мы обойдемся. Может, вечерком съездим на море. Мы уже уходим, а люди приходят. Вот она только что играла. Такой маленький-маленький йоркшер-терьер. Ну, наверное, этот дверк. Ну, маленький. Твой или как его назвать. Так, нет, не идем мы в воду. Не идем. В воду не идем. Нет, нет, нет. Этому терьерчику полтора года. Он такой крохотулечный. Вначале не хотела играть. Лилия ее звала-звала. И она таки немножко побегала с ней. Ну, пойдем. Пойдем домой. Пойдем. Ой. Частенько семейство это сюда приходит. Да папа, наверное, точно. Субтитры сделал DimaTorzok